молодец петушок а пони тоже кони так 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 смотрите моя работа целый час я копала эту несчастную грядку все вскопалось прошила сейчас я буду лучок здесь посадил посажу сразу и на проклад смотрите какие были грядки ужасные поэтому я так долго возилась с этой землей потому что смотрите даже не видно грядок как все заросло как все запущено вот тот итальянец который ухаживал за огородом пипец о какая-то собачка видать забегала или человек какашки фу какая противная блин что я наш находка вы представляете какие заброшенные грядки были и вот целый час вот так вот горбясь раком стоять и вот так вот я это сама копала и все эти корни траву все это я выбрасывала он полное ведро полное ведро видите всего она на потом подсохнет земле это самое как это отряхну и выброшу а землю на огород вот тут мой салатик что я на прошлой неделе посадила я его открыла на день красота потом после обеда закрою снова такие вот и иду уже домой короче я выяснила чьи это какашки на огороде я сказала бабуле она а я вчера приходил ее внук с собакой блин я говорю таки у кого на следующий раз когда придет мук внук собакой скажите ему чтобы он сразу убирать убирал собачьи какашки блин кто будет убирать я что ли нифига себе и льва боли внук молодой ему бьется вообще балбес 18 или 19 или 19 лет ему бы ты видишь собака нагадила так убери около маны это ж не не твой дом не твой огород чужой вот так вот блин итальянцы вроде бы как цивилизованные люди ну блин сколько они не убирают за своими собаками по дороге идешь везде какашки вот вчера тоже поле ну все были бы джевана где какашки на дороге таки здесь блин сейчас я сверну направо и там тоже по этой улице постоянно какашки вот и бить цивилизация привет всем снова мои дорогие всем огромный пламя итальянский чау это было позавчера позавчера я как бы ходила бабуле посадила лучок а это уже сегодня вчера мне я не делала видео никакого потому что я вчера работала и у меня вчера до сильно давление поднялось потому что у нас поменялась погода вчера была дождливая тоскливая погода а у меня почему-то поднялось давление так что я вчера целый день промучилась но сегодня слава богу солнце вышло у меня энергии дофига ну все поехали в новый день вау замечательный день замечательное утро такая ясная погода сейчас правда маленький морозис но днем будет тепло скорее всего и смотрите там какая красота в альпах видны горные села представляете какая ясная погода видны горные села это все горные села там какое-то большое здание я не вот вот сколько смотрю сейчас попробую приблизить не могу понять что же это такое или галерея какая все больше не приближает или галерея или какое-то огромное большое здание они не видят и по мне скорее всего это не знание потому что домики то маленькие витель в горном селе какая погода приходит сюда такая погода была ясная вчера такая дождливая погода была и тоскливая кошмар а сегодня прелесть благодать так я тут решила пельмешками заняться представляете а у меня муки хотела оказывается у нас муки то нет смотрите просто пусто выросла капуста всю муку израсходовал но я еще не домесила тесто так что придется мне сейчас быстренько сгонять в супермаркет ну и куплю кроме муки еще кое-что то мне надо так поехала только за 1 мукой она купила смотрите сколько поехала за 1 мукой она купила полную торгу всего и как это называется угадайте одним словом женщина купила я за килограмм муки 3 литра молока вот такого жирного молока я хочу сделать творожок домашний творог купила салат никите купил 500 для школы для завтрак для полников никите снова такие кристативные никите снова такой пленки купила я замороженный шпинат купила вот такие вот блинчики были со скидкой блинчики нафаршированы колбаской и моцареллой купила никите попробовать мог друг ему понравится потом купила попробовать себе такие картины это короче брокколи и и морковка вот такие вот котлетины надеюсь они без муки и так что сегодня на один попробуй и купила я не пицца две пиццы таких полу готов все за все это 15 должны 15 17 евро так вот смотрите я фарш для пельмени уже все сделал лучок добавилась посолила поперчила я еще что хочу добавить жирные сливки хочу попробовать потому что я где-то читала в каких-то комментариях что некоторые добавляют жирные сливки получается очень даже вкусный и нежный фарш ну вот и я сейчас попробую размешаем хорошенько и что получится посмотрим и 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 вот сколько я налепила целый поднос это чисто только я специально делаю для никиты пельмешки потому что он итальянский равиоли не ест а есть только наши пельмени вот я ему сейчас заморожу и буду потихонечку готовить варить пельмешки без спешки ура все налепила сейчас я пообеду и снова в рисовые поля ура и я пошла я сказал что пойду пошла а кстати я хочу всех 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 поздравить первым марта с первым днем весны кстати молдавию я хочу поздравить еще и с праздником мерцешора я помню когда я учила школе мы постоянно 1 мая делали вручную мерцешоры и дали и дарили друг другу весь март мы носили на груди эти мерцешоры красненькие беленькие там цветочки разные общем были формы и потом в конце марта последний день марта мы вешали на вишню по-моему на вишню мы вешали эти мерцешоры вот такой вот праздник 1 марта в молдавии в общем поздравляю вас всех сначала весны вот желаю вам хорошего настроения теплых денечков побольше солнечных денечков и много 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 энергии у тех у кого до сих пор зима морозы и снег желаю вам чуточку терпения и к вам придет весна а пока создавать себе настроение пока весна не пришла я почему с собой взяла камеру я как увидела в окно перед тем как выходить опять эти горы я не могла не могла не то что я не хочу просто сама любоваться я хочу чтобы и вам показать что вы тоже полюбовались какая красота вот я вот иду красоту наблюдаю вот смотрите я все специально остановлюсь вот показать вам поближе чтобы не дергая камеру вот это все великолепие я наблюдаю когда иду по нашим рисуем полям горы розы там не видно она вся в облаках вот снежные вершины какая красота такой колорит на фоне голубов при голубого моря снежные вершины обалдеть я снова иду по полю по полям по полям по пустыням и кстати там видны далекие далекие альпы там уже австрия основном на там граница с австрией вот те альпы итальянско австрийские альпы смотрите какая красота так далеко и видно смотрите сколько я сделала снова вот так вот вот так вот вот так вот так ночи я снова дома я снова 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 дома и смотрите что я буду сделать сейчас так смотрите что у меня здесь творится здесь морковка здесь у меня брокколи и здесь цукини и здесь цветная капуста я только что сейчас начала брокколи цветную капусту делить на соцветия как это в общем вот такие вот кусочки витя и все складываю салопанный пакет łat jan такой сейчас морковку тоже почищу, тоже порежу, порежу кубиками, ну, посмотрите как. И цукини тоже я сейчас помою, и просто со шкуркой вот так вот где-то порежу. И вот. Так, ну вот, смотрите, у меня полный пакет овощей получилось. Цукини я вот так немножко толстенько порезала, но морковку потоньше, конечно, потому что морковка, она очень твердая. Вот там у меня соцветия брукколи и чесной капусты. И теперь все это, сейчас я завезу пакетик и заморожу в морозильнике. И потом, когда мне надо, просто горку, жменьку такую буду брать и ложить, сделать на пару. И вот по вечерам можно делать овощи на пару. Потом, когда будут готовы овощи на пару, можно просто подсолить и оливковое масло и все. И вот так вот кушать. Вот так. Следите за своей фигурой. И на этом я заканчиваю свой такой блог. Все, до новых видео встреч, мои хорошие. Всем всего хорошего. Чао-чао! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok